бог и добра занятия по книге раздам мир курина ключик радостной и благополучной жизни и разрешение двери это ураль и рунь и шматкорн фенеру хорам а бедруши в гамме он хану на куэнбент и он тонн куэнбенту ва с хадом с рунь и с рома избранного мазера дошим чтобы изучение тоже было заслугу всему европе народу для полного освобождения всех пленных выдавшим излечения вольных и раненых он уничтожен всех руков европе народа и полного освобождение спасения еврейского народа следующий ключ упование на всевышнего говорит на зонта жизнь человека не может быть спокойной и счастливой без упования на творца ведь даже если сегодня человек богат здоров и наслаждается жизнью он не знает что готовить ему завтрашний день его сердце постоянно разъедает страх перед неведомым и непредсказуемым иначе живет тот кто удостоился обрести качество упования поскольку в основе его мирозрение истина он спокойно уверен поскольку знает что его жизнь в руках всевышнего проведения руках высшего проведения он верит что приложив необходимые разумные усилия он может полагаться только на небесного отца который дает его усилиям верное направление для достижения наилучших результатов то есть разница между человеком верующим и верующим вед не верующий человек постоянно живет в страхе есть не страхи в беспокойтесь что будет завтра будет завтра и так далее человек же который в вере со всевышним упавает на всевышнего он не он не разбегая у нее немцы который ничего не делает он знаешь что нужно что то делать он должен предлагать помогать усилия он предлагает усилия но он упавая на всевышний vad зная все то, что Всевышний направит его усилия в правильном направлении, что от них будет польза, и будет самое необходимое то, что ему нужно. Ему известно, что возможности Всевышнего не ограничены ничем, что он пробитет будущее и в своей непостижимой мудрости знает в каждый момент, что на самом деле хорошо для человека. Всевышний знает для каждого человека, что хорошо в каждый момент его жизни. Поэтому жизнь уповающего на Всевышнего всегда спокойна и безмятежна. Пишет Ховадарев вот. Суть упования на Всевышнего – душевное спокойствие, когда сердце человека уверено, что все, что Всевышний делает для него, это лучшее для него. Это то, что называется, у нас есть эмунай бутахон – вера во Всевышнего и упование на Всевышнего. Человек должен быть спокойным в своей душе, в своем сердце. Все, что бы с ним ни произошло, все от Всевышнего – это самое лучшее для него, что может быть. Подчеркну, что тот, кто желает взрастить в своей душе качество упования, не сможет этого сделать, если его вера ущербна. Ведь качество упования – это надстройка над фундаментальным знанием о существовании Бога. Только тот, кто знает, что у мира есть Творец, может уповать на Него и жить в спокойной уверенности. То есть, просто так вера во Всевышнего на пустом месте не может оказаться, не может появиться у человека. То есть, я с сегодняшнего дня начну не переживать, не беспокоиться, я буду уповать, верить на Всевышнего. Во-первых, ты должен изучить и четко и ясно знать, что есть Всевышний, который создал мир, и тот должен верить, и знать, что он этим миром каждую секунду управляет, и на этом строит свое упование на Всевышнего. Существует, однако, обязанность прилагать определенные усилия. На человека возложено делать необходимые шаги к выбранной цели, хотя и в разумных пределах. То есть, как мы сказали, человек не должен быть лентяем и лежать на диване, и ждать, когда он будет миллионером, Бог ему с потолка сбросит миллион долларов. А если он лежит на диване, делает добрые дела, садака, другие вещи. Есть ли еще раз? Есть ли, что он делает? Добрые дела. Окей. Садака делает, поддерживает бедных, помогает в хрисо, помогает в армии, допустим, все делает. Он не ходит в хрисо, например. Почему мы не должны считать его неверующим? Почему мы не верующим? Может быть, он верующий, но и что? Есть гои тоже, которые, может быть, не верят. Есть люди, хорошие люди, сами по себе, которые помогают другим. Кто скажет, что он верующий? Мы никого здесь, мы никого не заставляем быть верующим. Просто мы говорим, если ты веришь, и если ты знаешь, что есть Бог, тебе легче жить. Тебе проще жить, тебе спокойно жить, без переживаний, без мучений, без лишних мыслей, а без беспокойства. Понимаете? Поэтому говорит, что человек должен предлагать усилия по направлению к выбранной им целью. Разумные усилия, не чересчур. Поэтому говорит здесь, «личное участие», в кавычках он пишет, является проклятием рода человеческого с тех пор, как первый человек согрешил. То есть, вот это личное участие, что человек должен работать, прилагать усилия, это проклятие человека. Написано в Творе, что «в поте лица своего будешь есть свой хлеб». Работа для человека – это не благословение, это проклятие. Да. Да. Как бы там ни было, это проклятие мы заработали, с ним мы должны жить, поэтому человек должен прилагать усилия. Сказанное верно обо всем, что требуется человеку. Без приложения усилий обычно не достигнуть ничего. Однако, до греха Адама все было по-другому. Его нужды удовлетворялись сами собой. Из земли росла пшеница, пригодная в пищу, как буханка хлеба. Повсюду били чистые источники, так что трудиться вообще не было нужды. Но после первородного греха Адама земля была наказана, и с тех пор сама собой производила только тернии и сорняки. А чтобы вырос в кавычках хлеб или другая пища, необходима человеку, ему необходимо было тяжело трудиться, как сказано, а человеку сказал, проклята из-за тебя земля, со скорби будешь вкушать от нее во все дни жизни твоей, колючки и терния она произрастит тебе, и питаться будешь полевой травой. То есть, до греха первого человека никаких усилий ему прилагать не нужно было. Все было готово для него само по себе. Из земли рос хлеб, если можно так сказать. Понимаете? И одежда, и вода, и все. Но там же усилий, усилий должна быть, чтобы хлеб выросло. Нет, не нужно. Не нужно было пахать, не нужно было сеять, не нужно было молотить, не нужно было собирать. Пшеница была съедобная. Сама по себе. А как она выросла, если вы не зародите в землю? Она сама по себе росла. Бог заложил это в природу. Написано, Бог сказал земле, чтобы земля дала плоды, дала деревья. И земля ослушалась Бога, поэтому земля тоже была наказана. Бог сказал, чтобы деревья, ствол деревьев, и ветки деревьев имели тот же самый вкус, что и фрукт, и плоды деревьев. Тогда земля подумала и сказала, как так может быть? Потом съедят и плоды, и деревья. Поэтому деревья у нас такие, которые сегодня есть. Бесплодных деревьев вообще не было. Правильно. Этим, наверное, Бог, показал человечеству, что вот я начну, а вы продолжайте. Бог создал, как мы говорим, для человека идеальные условия для служения Богу. А человек обнаглел и разжирел. Как происходит? Чем богаче человек, тем он в большинстве случаев отходит подальше от Всевышнего. Поэтому он говорит так. Сколько же усилий следует прилагать человеку для обеспечения элементарного пропитания? Столько, сколько необходимо для приобретения достойного и разумного, нечрезмерного достатка. Человек должен работать. Человек может в Америке работать 24 часа в день, 7 дней в неделю. Поэтому человек должен решить, сколько мне необходимо для моего нормального, достойного достатка. Это значит, что если, несмотря на все большие усилия, человеку не удается увеличить свое достояние, он должен суметь остановиться и не тратить усилия по напрасну. Ему следует понять, что его сегодняшнее состояние и является истинно благотворным для него и бессмысленно стремиться к большему. Излишним будут упадок духа, отчаяние и протест. Уповайте на Творца, верьте, что он, несомненно, делает то, что правильно и хорошо для вас. То есть человек, сармица открыл один бизнес, второй бизнес, третий бизнес, не идет, буксует, мучается, переживает. Бог ему говорит, остановись, тебе уже больше не надо. Давай, я не знаю, про отцы наши, почему об этом не думали, они все старались побольше, чтобы у них этих баранов было, овцах было все больше, они ничего не... Кто сказал? Кто сказал вам, что они думали? Ничего не думали. Они станут... Они станут... Если бы они думали, они бы не занимались только баранами. Одна из причин, что наши прородцы были пастухами, пастух это свободный человек, который и работает, и у него свободное время. Мысли у них были всегда со Всевышним. А вы на него работали, а он не работал? А как сначала? Сначала он тоже работал. Поэтому здесь он приводит посылки и стрелимы, которые мы читаем с вами каждую пятницу. Написано там так. Что там написано? Даже идя долиной смертной тени, в долине смерти, я буду идти, говорит Давида Мелех, даже идя долиной смерти, смертной тени и зла, не убоюсь, поскольку ты со мной. Он говорит, ты со мной, Всевышний, я не буду бояться. Поэтому здесь он говорит, что человек должен понять, если у тебя не двигается, как я вам рассказывал, как я вам рассказывал, был человек, хороший повар, где бы его не наливали на работу, в ресторан бизнес шел. Идет. Он говорит, зачем я должен работать на кого-то? Зачем я должен на кого-то работать? Открывал бизнес сам. Бизнес не двигается. Опять работает на другого. Опять говорит, зачем я должен на кого-то работать? Как смотри, бизнес идет, открывает в хорошем месте. Опять бизнес не идет. Пока он не понял, и был честным перед собой, он сказал, слушай, значит, Бог не хочет, чтобы я открыл свой бизнес. Моя работа на других, спокойно буду спать. Прикладывайте ваши усилия вновь спустя какое-то время. Попытайтесь еще раз улучшить ситуацию, ведь не исключено, что вынесенный вам приговор был временным, и теперь от вас снова ожидается активная деятельность. Иногда во искупление греха Всевышний погружает человека в нищету и безысходность. Задумавшись о отшете своих усилий, вы можете приблизиться к самоисправлению. Вы можете приблизиться к самоисправлению, что как раз могло бы быть целью испытания нищетой. Когда же цель достигнута, Всевышний снимает приговор. То есть, то, что мы сказали, ты начал работать, ты прилагаешь усилия, не растет твое состояние, окей, подожди. Он не говорит, что все бросает. Он говорит, подожди, начни потом, через некоторое время, может, это было испытание для тебя, для того, чтобы очистить себя от греха, почистить себя, исправить себя. И, может быть, теперь ты очищен, и дальше у тебя пойдет. Иногда перед человеком открываются блестящие деловые перспективы. Более того, он может оказаться сверходаренным для ведения супер успешного бизнеса. У него может появиться много рабочих предложений. Так что, работая на нескольких работах, он зарабатывает в два или три раза больше, чем необходимо для среднего разумного достатка. Вот где есть место для упования на Творца. Не стоит трудиться больше, чем это необходимо для приемлемого уровня жизни. Ведь свободное время вы можете посвятить своей семье и лично себе, своему духовному росту. Вы освободитесь для изучения Торы. Станете более вдумчиво молиться. Сможете больше уделять внимание супруге и воспитанию детей. Более тщательно выполнять заповеди, помогать ближнему. Если человек научится, останавливается. Положитесь на промысел Творца, если он уготовил вам богатство. Есть у него много возможностей сделать вас обеспеченным, состоятельным и без того, чтобы вы много и тяжело трудились. Замечательные слова на эту тему говорит Ховот Аливавот. В вопросах заработка какова правильная мера упования на Всевышнего. То есть, человек должен работать. Как работать с верой во Всевышнего? Как правильно определить, сколько человеку нужно? Трудитесь так, чтобы обеспечить свои материальные нужды. Если же Всевышний присудит вам что-то сверхсреднего достатка, вы получите это без труда и усилий. А надо научиться верить в него потом? Да, мы сказали. Это первое главное. Во-первых, знать, что есть Бог сначала надо. Далее он добавляет. Пусть уповающий на Творца укрепляет себя мыслью о том, что когда Всевышний не желает, чтобы человек разбогател, то даже если все земное и небесное воинство добавят ему свои сокровища, они, вернее, не смогут обогатить его. То есть пусть человек понимает, сколько бы он ни старался, если Бог не хочет, чтобы он был богатым, даже если все ангелы будут на него работать и помогать ему, и хотеть, чтобы он разбогател, ничего не будет. А если Бог решил, что ты будешь богатым, ты будешь богатым, ты будешь прилагать средние усилия, и Бог тебе даст, у него много путей, чтобы ты разбогател. Сказанное верно не только в области достатка и пропитания. Любой шаг и любая деятельность человека требует упования на Творца. Честно и добросовестно делайте свою работу, но не берите на себя больше необходимого. Верьте Творцу, ваш труд будет достойно вознагражден, поскольку вам воздастся ровно той мерой, которая истинна и оптимальна для вас. Человек должен работать честно, но больше, чем надо на себя не брать. Это относится, наверное, тем более тем, кто работает на шаббат, на праздники, на емтов. Больше все равно не заработаешь, чем тебе уже Бог в прошлом установил. В принципе, человек идет, идет, понимаете? Он и шаббат соблюдает, и на работу не ходит шаббат. Вот он пошел на работу, Манзорного года. Идет? Идет. Очень хорошо. Чего он должен взять, допустим? Пусть берет. Нет, мы говорим про человека, у которого не идет. Мы говорим про человека, который начал, и сколько бы он ни старается, все равно у него есть определенный, выше этого он не двигается. Слишком не мучайся. Дальше он говорит. Тот, кто переуседствует в своем старании достичь большего, не только не поможет себе, но безусловно навредит. Мы говорим про человека, который старается безуспешно. На него же работают, но он же сам не работает. Пишет. Если человек не уповает на Бога, он уповает на кого-то другого. То есть, если ты не веришь в Бога, не уповаешь на Него, то ты уповаешь на кого-то другого. А от того, кто уповает на другого, Бог устраняет свое провидение. Весьма рекомендуется изучить, по крайней мере, главы 4 по 7 в разделе об уповании Хуата Левовод. То есть, Бог говорит, ты веришь своему боссу, ты веришь второму, третьему, пятому, окей, тогда я, значит, тебе не нужен. Окей, надеюсь на него. Посмотрим, как далеко ты пойдешь. Медраж приводит комментарий на стих. А слово уст лишь к убытку. Ты находишь, что Йосефу, смотрите, это приведет Всевышнего нам, это наша недельная глава, как братья Йосефу продают, глава Ваешев. Он говорит, Йосеф в Египте становится потом там из раба премьер-министром. Он говорит так, ты находишь, что Йосефу полагалось находиться в тюрьме лишь 10 лет за клеветун на десятерых братьев. Почему 10 лет? 10 братьев. Он говорил про них, ваше онара. Но слова, сказанные начальнику Виночерпиев, добавили ему еще два года, что он сказал Виночерпию. Если вспомнишь меня и напомнишь обо мне фараону, как сказано и было, как закончились два года. То есть он сказал ему, вспомни и напомни про меня фараона. За эти два слова Йосеф получил два года тюрьмы. Некоторые комментаторы объясняют, что высокая духовность Йосефа должна была удержать его от любых усилий для своего спасения. Мы же говорим, а тут Харака должен постараться, чтобы тебя спасли. Он говорит, нет. Йосеф был на таком уровне, что ему ничего не нужно было делать. Он должен знать, что без радости Всевышний его спасет, когда придет время. На уровне, на уровне простого понимания текста, текста Торы, претензии к Йосефу заключались лишь в том, что он продублировал свои усилия, попросив о протекции дважды. То есть, просто, скажем, ты должен постараться себя освободить, должен был попросить у него одну просьбу. Или, как мы сказали здесь, вспомни или напомни. А здесь он дважды попросил. Сказав, как он говорит здесь, если вспомнишь меня, он не должен был говорить и напомнишь обо мне. Ведь обязанность произвести необходимые действия он уже выполнил. Харакат, усилия, как мы сказали, человек должен что-то делать, он уже исполнил. Дальше не нужно было ему говорить. Это простое объяснение. Теперь. Дважды произнесенная просьба привела к продлению его заточения на два дополнительных кода. Если бы он ограничился единственной просьбой, то этого наказания не получил бы, поскольку правильно исполнил возложенную на человека обязанность прилагать усилия. Харакат. Вторая его просьба показала, что и первая проистекала не из-за обязанности проявить активность, а из-за недостатка упования на Творца. Поэтому он был наказан и за первую просьбу. Зато давайте добавим ему год. Одну же просьбу он должен был выразить. Одна же просьба была правильной, он же должен был предложить узилия. Он говорит, нет. Так он проявил вторую просьбу, показала вторая просьба, показала, что и первая была не стопроцентным упованием на Всевышнего. Он из-за этого стал за двух слов про отцом народа стал он. А если бы не сказал бы, то не передал бы. Да, если бы не сказал. Это мы сейчас видим, а что он там думал в тюрьме? А что бы вы думали, если бы вы были на его месте? Вы бы думали, Бог, ну сколько я могу здесь сидеть? За что? Это сейчас вам хорошо сказать, легко сказать, сидя в теплой синагоге. Значит, правильно пошло на эту дорогу? Поэтому человек должен знать, что все, что с тобой происходит, это правильно, и это тебе на пользу. Поэтому, он говорит, столь суровое взыскание за сказанные слова объясняется неизмеримо высоким духовным уровнем Иосифа праведника, Иосифа садика. От каждого человека от соответственного его уровня ожидается эта постоянная духовная работа над собой, над мерой своего упования. Именно Иосиф был так строго наказан. Другого бы так не наказали из-за его высокого уровня. У него было такое строгое наказание. То есть, из-за меры наказания и строгости наказания мы видим, насколько у Иосифа был высокий духовный уровень. Закончим эту главу словами Ховот Аливавот в конце раздела об уповании. Да поможет нам Всевышний в уповании на Него. Ведь вы вручены Его суду открытому и скрытому и Его милосердию. Амин. То есть, мы просим Всевышнего, чтобы Он дал нам возможность и знания, и веру, и силу научиться правильно уповать на Него. Мы сказали, человек должен прилагать усилия, но они не должны быть чрезмерными. Чрезмерные усилия показывают слабость упования на Всевышнего. Баруха, дуна и лаулам. Амин. 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 Амин.